Принятие крайних мер как результат многолетней неоплаты коммунальных счетов. Сегодня в Ленинске судебные приставы и газовики отключили подачу голубого топлива в двух квартирах. Задолженность проживающих там семей составляет несколько десятков тысяч рублей. Все подробности у Людмилы Кухаревой. В квартиру семьи Гонущак судебные приставы постучались с 6 утра. Так больше вероятности застать хозяев дома. Они не платят за квартиру уже 5 лет. Долг по коммунальным услугам исчисляется десятками тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, почему вы не платите за газ? Потому что у меня нет денег. Я живу на 5 тысяч детского посудия. На 5 тысяч детского посудия? Да. В принципе, живете не ковы на 5 тысяч. Это, у нас же это все до этого. Судебные приставы были здесь уже не раз. За долги из квартиры изъяли технику и описали мебель. Но на родителей, у которых трое детей, самые младшие около года, это не возымело никакого действия. По решению суда в квартире отрезали газ. Такая же история и у соседей из другого подъезда. У Светланы Тагановой тоже трое детей и очень большой долг по линии коммуналки. Что, будете прямо сейчас забирать? Нет, как бы мы не будем забирать. Мы сейчас отключаем газ. Эти два случая, когда в квартирах отрезали газ, беспрецедентные для Ленинска. Хотя в списках местных судебных приставов значатся по меньшей мере полторы сотни неплательщиков за квартиру. Претендентов на применение к ним самых крайних мер. Крайняя мера после всех мероприятий, уже когда отключили газ, возможно, электроэнергию, идет выселение с квартиры. То есть, должник, проживая в квартире, на него подает управляющая компания в суд о выселении. И да, на должник выселяется с квартиры. Кстати, после того, как в судебном порядке в квартире отрезали газ, вернуть его можно будет только платно, обращают внимание специалисты. Причем повторное подключение обойдется в несколько тысяч рублей. Людмила Кухарева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба» из Ленинского района.